Мощный взрыв бытового газа произошел сегодня в деревне Туфси Цивильского района. В многоквартирном доме полностью разрушен один из подъездов. Жильцы, которые оказались под завалами, даже не успели проснуться. Спасательная операция сегодня продолжалась весь день. Всю картину происшествия восстановил мой коллега Дмитрий Ковалев. Половина шестого утра. Кто-то из жильцов дома собирается на работу, но многие все еще мирно спят. Очевидцы отчетливо вспоминают громкий хлопок. От мощного удара даже стены здания заходили ходуном. Последствия оказались довольно серьезные. Было разрушено два этажа. Взрыв был мощный. Это рассказывают очевидцы. После него даже задорожали стекла в соседних зданиях. Часть дома разрушена полностью. Основной удар пришелся на второй и третьей этаже. Те, кто жил внизу, были зажаты бетонными блоками. 40 человек эвакуировали. 4 жильца оказались под завалами. Некоторые из груды обломков и бетонных плит выбирались сами, не дожидаясь помощи. Хотела выбежать, там заклинула дверь, не могла выйти. Через окно вышла. И стоим теперь. Расскажите, эвакуировали вас так? Ну, сама выбежала. Вышла я через окно. Проснулся, что-то шумит от холода. Думал сон. Глаза открываю, смотрю, надо мной пельта. Встаю, как раз мать подбежала с фонариком. Смотрю, уже улица винеется, все там. Винилась, спасибо. Сначала спасатели обнаружили тело престарелой женщины. В гибель другого пострадавшего до последнего не верил никто. 16-летнего подростка из-под обломков извлекли спустя полчаса. Медики констатировали смерть. У тех, кто оказался под обломками, не было никаких шансов выжить. Травмы слишком серьезные. Хозяин квартиры, в котором и произошел взрыв, пока находится в больнице с ожогами и переломами. Издание на носилках его эвакуировали одним из первых. По предварительной версии, когда произошла утечка газа, он закурил сигарету. Но в возбужденном уголовном деле мужчина пока проходит в качестве потерпевшего. Свою проверку незамедлительно начали следователи. В целях установления всех обстоятельств трагедии, а также в целях установления причины взрыва, следователям назначена судебная взрывотехническая экспертиза. В целях установления причины смерти погибших назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Позже в МЧС выяснили и другие подробности. В прошлом году жильцы подключили у себя в квартирах систему индивидуального отопления. Отказалась только одна семья. Взрыв газа произошел именно на их кухне. В главном управлении МЧС говорят, что возможно в это время в комнате работала газовая печь. Говорят, что хозяин отапливал свою квартиру при помощи газовой духовки. То есть взрыв газа в печь и виден? Ну, утечка газа произошла, да. Из-за чего произошел взрыв, сам пока непонятно. Говорят, что закурил хозяин. На место ЧП по первому зову прибыли и отряды спасателей из трех соседних регионов. Были стянуты более 50 машин и около 300 поисковиков. Даже когда эвакуировали всех пострадавших и начался разбор завалов, кинологи взяли новый след. Приступили к спасательной операции, к разбору завалов. В одном месте собака показывает, что как бы может находиться человек. Хотя все установлены, кто был, даже в гостях и не в гостях. Их прописано 36. Находилось 44 человека. Продолжаем работу по сервису. Это может быть кровь одного из пострадавших. Но работа продолжается, чтобы мы обладали полной ситуацией в полном объеме. Территорию, где произошло ЧП, цепили и взяли под охрану. Внутрь пока не пускают даже жильцов уцелевших квартир. Ночлег людям предоставили в детском саду и школе. Уроки здесь пришлось отменить, а учеников отправить по домам. Многим людям попросту некуда идти. На улице устали все. А так, здесь на первом у нас соседи, с которыми у вас хорошие отношения, с первым, вы до сельчанами. Ну, на ночью, может, там, сельчанами. На один ночь можно. Постоянка. Ну, поскольку у нас встречается. Ну, где-то, вот где, придет, так и будем. С людьми работают психологи. Личные вещи им разрешат забрать из квартиры в ближайшие дни, когда станет ясно, что дома ничего не угрожает. Андрей Ковалев, Николай Яковлев, Республика.